Иногда в нашей жизни возникают ситуации, когда мы набираем лишний вес. То есть человек был дюн, худенький, оде шланг, стройный, спортивный, фит, и вдруг он стал резко дик, набрал лишний вес. Как же будут эти слова и выражения использоваться в немецком языке? Похудеть или наоборот, набрать лишний вес? Ну, начнем по порядку. Во-первых, сам вес – это слово gewicht. Но если у вас появился вес лишний, тот, который свыше, больше, лишний, это будет übergewicht. Кстати, вот такой über мы уже с вами брали, когда говорили про работу, и, например, вы работаете 3 Stunden pro Woche, ну, иногда мы делаем überstunden, да, то есть свыше, больше, вот занадто, да. Итак, übergewicht, das ist natürlich manchmal gut, manchmal nicht gut. Und deswegen müssen wir auch entweder eine Diät machen oder abnehmen. Wenn Sie nicht in Ihre Hose reinpassen können, dann müssen Sie abnehmen. Abnehmen – это как бы вот дословно, я всегда показываю от себя, это как бы отдать лишний вес. Мы уже, помните, говорили, поезд отправляется, отъезжает там в 3 часа. Der Zug fährt ab, да, вот от нас, действие от нас. Итак, abnehmen – это как бы, ну, да, избавиться от лишних килограммов, отдать от себя. Итак, глагол abnehmen можем переводить в данном случае как похудеть. Будут еще другие сюрпризы, досмотрите до конца, потому что еще приведу вам небольшой пример. И тут же antonium – противоположность, это будет zu nehmen, да, то есть теперь это все будет как бы к нам, прибывать к нам, добавляться. Ich habe zugenommen. Mein gewicht ist drei кг mehr als letztes Jahr, und jetzt muss ich abnehmen, weil ich zugenommen habe. То есть мне нужно похудеть, отдать лишние килограммы, потому что я их набрала. Zu nehmen – поправляться, толстеть, как хотите, переводите. Ну и все-таки, чтобы вам еще проще было работать с этими словами, предлагаю такую небольшую легенду или как бы рассказ о том, как немцы называют три стадии Луны. Когда-то мне рассказали такое, если мы видим тоненькую, маленький, как рожок, полумесяц, да, если мы к нему оптически добавим такую палочку, как бы получится буква R. Это растущая Луна, та, которая будет добавляться, прибывать, наращивать, увеличиваться. И вот по-немецки она будет, die zu nehmen der Mund. Да, то есть вы теперь видите сегодняшнее наше слово, она увеличивающаяся Луна. Потом идет folie Mund, полная Луна, полнолуние. И потом, что происходит с ней? Она начинает убывать, как будто бы там другое полушарие, теперь буковка S, как бы стареющая Луна, убывающая. И вспоминаем сегодняшнее слово, да, то есть там она увеличивалась, zu nehmen der Mund, теперь она будет up nehmen der Mund, убывающая. Ну, конечно, худеющая мы ее не назовем. Видите, как может быть много разных переводов, но смысл вы должны просто сегодня понять. На этом все, желаю вам alles gut und tschüss, пока-пока!